Карантин и самоизоляция. Для кого-то это возможность больше времени проводить с семьей и родными, больше внимания уделять детям и любимой супруге. А кто-то просто не выдерживает длительное время в замкнутом пространстве. Статистика, к сожалению, во время карантина удручает. Например, в Китае за это время количество семейного насилия увеличилось вдвое. В странах Западной Европы примерно на 30%. В Украине с начала карантина официально зафиксировано более полутора тысяч таких случаев, а по информации национальной полиции Украины уже поступило более 45 тысяч звонков на горячую линию, а то примерно полторы тысячи звонков в сутки. Как правильно проводить время с родными и как избежать семейного насилия? Для этого мы пообщались с семейными психологами. По словам психологов, виды домашнего насилия бывают разные. Это и физическое, и психологическое, и сексуальное, и экономическое давление. С прошлого года такие правонарушения в нашей стране наказываются общественными работами, арестом или даже лишением свободы сроком до пяти лет. Но нас интересует, как предотвратить агрессию. Для этого важно разобраться в причинах конфликта. Попробуйте у человека отобрать базовое чувство безопасности. И что же с ним станет происходить? Ну, сначала отрицание, а потом агрессия, естественно. Кто-то в этой агрессии может застревать, потому что не знает, как с этим бороться. Кто-то из агрессии впадает в депрессию. Ситуация бывает разной. Но на самом деле есть такой фактор, что данные условия изоляции просто усугубили ту ситуацию, которая и была. На самом деле очень много мужчин и женщин тоже, агрессоров, которые живут, деспотично относятся к своим семьям. Но так как они мало общаются, потому что целый день люди на работе, этот фактор нивелируется. Когда же возникла такая ситуация изоляции, все отношения стали рассматриваться как будто под микроскопом и все негативные явления тоже стали увеличиваться. Причина в том, что у каждого есть работа, дела, друзья. Был у этого мужчин футбол, было пиво с друзьями. Сейчас этого нет. И как бы мужчина остался с женщиной наедине или с детьми вместе. Он любит ее, но тем не менее он лишился хобби и лишился какого-то время припровожения вне семьи. И поэтому, а тут еще и как бы часто жена, и потирает мне руки, вот муж рядом, наконец-то мы вместе время проведем и ты будешь делать то, что я хочу. Вот. А это что хочет женщина? Чтобы он полностью уделял ей внимание. Вот. А когда он не привык. Ну, этому же надо учиться. Если словесная перепалка уже началась, дештальтерапевты рекомендуют обсудить конкретную ситуацию, а не сводить все к принципу «сам дурак». Очень хорошо использовать, просто говорить по факту, то есть, что сейчас тебя раздражает. Потому что тиран, он, как правило, либо человек агрессивный, он очень сильно эмоционально сам вовлечен, и вы вовлекаетесь вместе, партнер тоже вовлекается, ну и все отсюда уже теряется контроль, и друг друга понаобежали, мягко скажем, в этих случаях. И все. Здесь важно просто самому не вовлекаться в эмоциональную эту волну, которую первый провоцирует, как правило. И здесь важно останавливаться, дышать, понимать, человек не в себе. Вам как-то нужно оставаться в таком более равномерном состоянии, говорить о том, что мне сейчас обидно, я не понимаю, давай, что конкретно тебя там не устраивает сейчас конкретно. Важно чувствовать и давать время второй половинке побыть наедине, и в то же время уделять время себе, заниматься саморазвитием. В этом очень помогают занятия спортом. Даже сейчас многие видеоуроки в спортивных секциях проходят онлайн, и родители могут помогать в этом своим детям. Для детей особенно родители участвуют вместе с детьми в тренировке дома. И я вижу их радость, как они упражнения вместе делают, приседания, там всякие прыжочки, всякие там удары по это мишеням. А родители в это втянуты, они ждут больше даже тренировки, чем сами дети. Ну, это вот ответ, что мы всегда найдем возможность чем-то заниматься, только нужно желание. И как бы нужно еще понять необходимость этого. Какая профилактика может быть таких фактов? Как этого избежать и как идти на уступки все-таки? Как избежать? Ну, на самом деле, есть несколько простых вариантов. Главное осознать, что что-то не так. Заняться тайм-менеджментом, распределить себе время. Можно даже ребенка в школу собрать, одеть и портфель собрать, и посадить за компьютер. Да, и самому собраться на работу, почистить зубы, и пойти в костюме сесть за свое рабочее место. Это такие вещи, казалось бы, банальные, смешные, простые, но они помогают человеку держать себя в тонусе. Очень важен спорт, здоровое питание. И, конечно же, нужно говорить, общаться. А самое главное – обниматься. Восемь объятий в день помогают улучшить настроение и чувствовать себя хорошо. Найдите что общее, например, сделайте карту желаний. Хорошая вещь, она работает. Заодно узнать друг от друга много больше. Пообщайтесь с детьми, если они у вас есть. Посмотрите хорошие, добрые фильмы. Ни в коем случае никакие агрессивные. Именно добрые, может быть, какие-то ржачные, комедийные. По возможности гуляйте вдвоем же можно? Можно. В фильме смотреть, играть, в телефоне больше нечего делать. На компромиссы, наверное, какие-то идти. Надо пойти на уступки, обсудить проблему, которая возникла между людьми. И решить эту проблему. У нас таких проблем нет, и даже совет не смогут дать. То есть, я думаю, все зависит от людей изначально. То есть, если это есть внутри, то… Человек склонен к насилию, это было видно еще до карантина. Ну, как бы это неприемлемо. У нас такого нет. Поэтому совет мы дать не сможем. Следите за своими мыслями, что вы думаете. Не нагнетаете ли вы лично себя по поводу того, карантин, страшно выйти, страшно, еще что-то, да. Следующее. Следите за физическим состоянием. Это правда. У нас физически… Нам не хватает гормона счастья, который отвечает… Вот такой гормон серотонин называется. Если человек физически хорошо позанимался, идет автоматический выброс серотонина, и тебе уже хорошо, как бы, обязательные физические упражнения. Хоть вокруг дома ходите в 6 утра, я не знаю, это. Потом следующее. Фильтруйте то, о чем вы говорите с людьми. Если человека постоянно штивает от тревоги, он постоянно мнет эту тему коронавируса, да, скажите, я уже как бы не могу, давай что-то сменим тему. Оставаться больше месяца в четырех стенах, переживая о том, когда же закончится надоевший карантин, это, безусловно, стресс. Но срываться и обвинять в этом родных не стоит. Возможно, именно сейчас пришло время уделить больше времени себе, стать умнее, научиться управлять гневом и, как результат, сберечь не только свои нервы, но и окружающих. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал «Репортер».